всем привет сегодня мы опять решили погулять около барселоны хотели поехать в город который находится на западе совсем недалеко минут 20 который называется молинс дарей но королевские мельницы но не туда мы зарулили оказались другом месте с обратной стороны этого городка ну вот вот это вот весь вот такой парк если идти прямо-прямо то придем в барселону очень много по моему в другом поселке который называется папиоль когда-то я здесь была только с другой стороны здесь никогда не было открываем новые места для себя и где можно погулять подышать воздухом хотя не знаю конечно там слышно как шумит трасса сзади нас посмотрим ой тут свежий воздух пока чуть не очень ощущается здесь я была потому что раз в год здесь устраивается такой типа поход шествия из барселоны на гор монсеррат где находится монастырь всем известный всем туристам по крайней мере местным вот летом проводится такой маршрут и я помогала организовать в не участвовал то что 65 километров нужно и потом залазить еще на гору в общем люди обычно ходят где-то днем начинается часов 12 вот они выходят 12 часов дня идут 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 весь день всю ночь и вот где-то к часу к двум ночи доходит туда на этот монсеррат это конечно очень трудно ну не знаю может и не очень трудно для подготовленных людей но знаете те кто первые доходят они бегут и в общем да это прям серьезная нужна подготовка чтобы 65 километров пробежать а потом все в гору там все ступеньки ну в общем если хотите можете попробовать называется камената де барселона а монсеррат каждый год устраивается такой знак осторожная собака смотрите прям как с моей рисовали тропинка уже стало уже но здесь очень много велосипедистов велосипедный спорт очень популярный в испании и горные велосипеды и по трассе такие гоночные в общем в марафонах они участвуют и в триатлонах в общем да очень популярно здесь патрон валяется значит здесь еще и охотятся не знаю сейчас сезон или не сезон я не понимаю в этом но в кабанов здесь достаточно много надеюсь мы не встретим их сегодня вон он монсеррат на гора вдалеке я где-то 25 километров сейчас от места где люди начинают эту экскурсию такую ежегодную и вот пожалуйста еще так далеко до нее идти идти там едут велосипедисты но они по моему не в эту сторону хорошо нам повезло и вот такая вот природа вокруг барселоны вот похожие листочки на дуб и даже на нем желуди растут но по-испански это называется альзина и вроде как другое дерево хотя по мне так это разновидность дуба сосны обычные оливы вот ну это какая-то наверное дикая оливка потому что я не думаю что на ней что растет хотя вот что еще спаржа вот она должна скоро появиться будем собирать а здесь madrone как земляная клубника по-моему не знаю как по-русски называть как красная ягода мы из нее готовили соус лавровый лист цветочками будут будущими цветочками они такие желтенькие кого-то почуяла она там я надеюсь не кабанов самое главное здесь много зайцев лис борсуков ну и кабаны конечно вообще просто как у себя дома живут вот цветет розмарин так собака себя возомнила охотником милоты пастуха не охотник выходи 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 сейчас начинается короткий период для прогулок в испании вот март апрель май и все потом очень жарко особо не походишь но можно конечно но долго не походишь что жарко и можно солнечный удар получить если так куда-нибудь забрести еще не дай бог потеряться то да так что три месяца у нас есть на прогулки на следующей неделе нет не на следующей через неделю хотим пойти на коста браво пройтись обязательно запишем видео а вот эти две недели погода какая-то странная с утра где-то градуса 3-4 а днем 20 не поймешь как одеваться такое главное не простыть в это время плющ как обвил как ли она какая-то прям вообще все дерево заросли ежевики она такая дикая не очень вкусная к сожалению кислая но варенье из нее ничего получается и сосны высокие и дуб нашли все-таки один дуб обыкновенный вот мы уже выходим отсюда ничего очень даже хорошая прогулка на час рекомендую ладно в следующий раз увидимся в другом месте пока пока солнце встало какое красивое красивое